Инициативы молодежи не остаются без внимания. Одна из них – помогать в благоустройстве Самары. Студенты даже готовы соревноваться, чей участок будет лучшим. Предложение молодых людей озвучил ректор Самарского университета Евгений Шахматов на встрече активистов рекотделения Общероссийского народного фронта с губернатором. Ребята готовы создавать студенческие отряды по наведению порядка на тех территориях, которые за нами закреплены. Они будут делать все, чтобы территория была самой лучшей и все другие. На встрече обсудили актуальные вопросы. Это и доступность медицинской помощи в отдаленных районах и безопасность детских площадок. Среди предложений общественного движения повысить эффективность работы с обращениями жителей и усовершенствовать процесс общественных слушаний. Те слушания, которые у нас прошли уже в этом году по реновации так называемых пяти кварталов, которые будут, собственно говоря, основной принимающей зоной болельщиков, у нас прошли без нареканий, у нас прошли на очень высоком уровне. Качество и доступность жилья в регионе тоже в центре внимания. Самарская область получает самые большие по сравнению с другими регионами субсидии из федеральной казны по программе «Жилье для российской семьи». Существенно снизилась цена квадратного метра, почти самая низкая в ПФО. Особое внимание в регионе – поддержки молодых и многодетных семей. Это главный завтрашний день. Вложение в будущее – это главное вложение в человека, в ребенка, чтобы вырос здоровым, образованным. Да, было все сделано для того, чтобы переломить, что касается рождаемости материнского капитала, программы, жилье для молодых семей, ну и так далее, и так далее. Если сейчас вовремя эту категорию снова чуть-чуть не поддержать, дополнительно, мы можем этот тренд уйдет вниз. Крайне важно, чтобы во всех процессах, происходящих в регионе, участвовали общественные организации, отметил губернатор. А сотрудничество власти с ОНФ становится все плотнее и эффективней. На сегодняшний день мы все больше и больше участвуем в региональных проектах, которые реализуются на территории Самарской области. По итогам 2016 года мы направили в ваш адрес, Николай Иванович, наши общественные предложения, их 26. И надо с удовлетворением отметить, что большинство из них либо выполнено, либо находится в здании выполнения. В этом формате встреча губернатора Самарской области и активистов ОНФ прошла впервые. Но в будущем такие рабочие совещания должны стать регулярными. И ни одно предложение активистов не останется без внимания властей. Марина Кравцова, Константин Головин. События.